На самом деле это было бы очень интересно. Во всем мире, я думаю, сразу бы эту тему начали бы обсуждать. Рамзан Кадыров, вообще у него слетела кукуха, он в прямом эфире начал бить себя в грудь. Представляете, какие заголовки? Тебя показали бы во всем мире. В принципе, то, что тебя покажут во всем мире как дегенерата, это для тебя не ново, ты привык к этому. Тумсо, как ты познакомился с Хасаном Халитовым? С Хасаном Халитовым я познакомился, по-моему, в 2021 или в 20-м, или в 21-м году. Точно не помню. Возможно, это был конец 20-го, может быть, начало 21-го. Но Хасан Халитовым на тот момент находился в Грузии, и он связался со мной. Дорогие друзья, у нас с вами очередной эфир, который мы начнем с претензий к Кадырову. Рамзан Кадыров провел пресс-конференцию, и моя претензия к нему будет связана с этой пресс-конференцией. Дело в том, что на этой пресс-конференции не было ничего интересного, не прозвучало никаких вещей, каких-нибудь заявлений, на которые можно было бы обратить внимание. То есть, сама конференция скучная, комментировать нечего. Раньше ты, Кадыров, хотя бы, я не знаю, отжимания делал на своих конференциях, а сейчас ты не сделал ничего. Ты возвращайся, пожалуйста, в свое прежнее амплуа, ты пойми, что если ты становишься неинтересным мне, твоему главному, по сути, хейтеру, то ты перестаешь быть интересным вообще всем. Поэтому, если ты провел скучную пресс-конференцию, то разбавь ее хотя бы приседаниями, покачай пресс, передай какую-нибудь эстафету, сделай какое-нибудь заявление громкое, я не знаю, просто покричи на камеру, побей себя в грудь, как делают там гориллы, вот, например, в фильме «Кинг-Конг». Помнишь, как эта огромная обезьяна била себя в грудь? Что-то такое сделай, что привлекло бы какое-то внимание, было бы интересно тебя смотреть. Ты представь, если я какие-то там, что-то тезисно, какими-то там, отрывками что-то посмотрел, и это настолько неинтересно, что я не стал вообще просматривать всю твою пресс-конференцию. Представь, насколько это скучно. Поэтому надо хоть что-то чем-то как-то разбавлять. Раньше ты тоже провел скучную пресс-конференцию, но сделал отжимания, знаменитые отжимания, которые сделали эту пресс-конференцию, но хоть немного интереснее было, что пообсуждать. А так, видишь, ты сейчас что-то там блеял, сидел, где-то смеялся, не попад, что-то там, какие-то вопросы про каких-то жен, три жены, это хорошо, четыре, счастье. Ну, это может быть интересно для какого-то обывателя в средней полосе России, для которого самоупоминание там нескольких жен, это что-то такое, знаешь, вау, он сказал, несколько жен. Но для нас-то ведь в этом нет ничего интересного. Поэтому, в общем, за эту пресс-конференцию ставлю тебе неудовлетворительно. Возвращайся, пожалуйста, в свое прежнее аплуа. Больше, пожалуйста, зрелища. Я надеюсь, в следующей конференции было бы вообще-то четко, если бы ты покачал пресс, а потом встал и побил бы себя в грудь. Это было бы очень круто. Вот смотри, например, Путин на своей пресс-конференции были такие фишки, которые делали эту конференцию интересной. Какие фишки? Например, какие-то вопросы, которые просачивались на этот экран, то есть не отфильтровывались. Понятно, что большинство таких неудобных вопросов фильтр отсеивал, но были какие-то вопросы, которые раз и там появлялись. И это уже сразу делает в целом интересную эту конференцию. Уже эти скрины разлетаются, люди начинают там что-то из этого делать, какие-то демотиваторы, мемы. Или, например, вот этот гипфейк с двойником якобы Путина, студентом Питерского университета, который задает вопрос. Видишь, люди позаботились о том, чтобы это было интересно. Пусть даже, может, даже местами смешно, но интересно. А ты провел абсолютно скучную, неинтересную, беспонтовую пресс-конференцию. Поэтому и справляйся. Подумай о том, чтобы побить себя в грудь. На самом деле это было бы очень интересно. Во всем мире, я думаю, сразу бы эту тему начали бы обсуждать. Рамзан Кадыров. Вообще у него следила кукуха. Он в прямом эфире начал бить себя в грудь. Представляете, какие заголовки? Тебя показали бы во всем мире. В принципе, то, что тебя покажут во всем мире как дегенерата, это для тебя не ново. Ты привык к этому. Ты же наряжался в кольчуге с какими-то щитами, мечами. Приходило какие-то празднования. Устраивал какие-то там танцы. Тебя ведь это не смущало. Поэтому, я думаю, побить себя в грудь. И то, что люди будут тебя называть обезьяной. Сравнивать тебя с гориллой. Смеяться над тобой. Для тебя это не ново. Короче, давай. Дерзай. Тумсо, как ты познакомился с Хасаном Халитовым? С Хасаном Халитовым я познакомился, по-моему, в 2021 или в 20-м, или в 21-м году. Точно не помню. Возможно, это был конец 20-го. Может быть, начало 21-го. Хасан Халитов на тот момент находился в Грузии. И он связался со мной. Скинул мне информацию по поводу человека, который готовил покушение на Габунию. Фамилия этого человека Габуния. Это журналист грузинский. Который в прямом эфире очень жестко оскорбил Путина. Прошелся по Путину. Материл его, по сути. И вот в Грузию приехал некий чеченец. Но приехал он с документами, что он типа с Ингушетии. Ну, с левыми документами, с фальшивыми. И, как оказалось, он готовил убийство этого журналиста Габунию. Его спецслужбы Грузии его определили. Это покушение было предотвращено. Но этот человек сейчас сидит в грузинской тюрьме. И Хасан Халитов скинул мне информацию по поводу этого человека. Оказывается, он приехал, когда он приехал в Билиси, он приехал под предлогом, что он собирается купить какой-то там двигатель на автомобиль. А Хасан Халитов как раз имел там свою техстанцию, занимался ремонтом автомобиля. И он приехал типа к Хасану. Начал с ним там договариваться по поводу двигателя. В общем, создал на самом деле его проблемы и Хасану Халитову чуть было. Не создал более крупные проблемы. Хорошо, что грузинские правоохранители поняли, что Хасан Халитов в этой ситуации был просто... Он оказался не в то время, не в том месте и не с тем человеком. А так, по сути, этот тип, конечно, мог создать серьезные проблемы. Если бы, не дай бог, например, он предпринял бы какие-то там действия. Или, не дай бог, правоохранители решили бы, что они там заодно. Но, что Хасан Халитов тоже участвовал как-то в этой организации, то Хасан Халитов тоже сел бы в тюрьму. В общем, Хасан Халитов скинул мне информацию по поводу этого случая. А там были угрозы Хасану Халитову от властей, находящихся в Чечне, с ним связывались. В общем, эта история мне показалась интересной. Я с ним связался. После этого мы с ним записали интервью, которое я выложил на своем этом основном канале. И, в общем, вот так мы с ним познакомились. А после этого уже Хасана Халитова, я думаю, узнали все. Когда он уже переехал в Турцию и начал публичную деятельность, блогерскую деятельность. Начал проводить профилактические беседы с гадыровцами. Встречать их, провожать их, общаться с ними, с друзьями Кадырова в том числе. Тут, я думаю, он стал известен уже и более широкой аудиторией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok